Случается, что процесс, который вы анализируете, бывает настолько большим и емким, что изобразить его на одном листе, в одной диаграмме становится просто очень сложно. И там действительно можно запутаться и тратить большое количество времени на согласование, разбирательство и так далее. В этих случаях имеет смысл дробить процесс, то есть выделять в нем какие-то подпроцессы, которые логично и очевидно рассматривать отдельно. В этих отдельных процессах таким же образом будут все те же самые параметры, о которых мы уже говорили. Будет свой клиент, свой владелец процесса, продукт и так далее, и так далее. И относиться к этому вот процессу нужно с той же самой тщательностью при анализе, как и к большим процессам. При таком делении процессов у нас с вами получаются, грубо говоря, два типа процессов. Есть один большой внешний процесс, который генерит основную выручку, например, компании, то есть реализует тот продукт, который в итоге передается клиентам, внешним клиентам компании. И получаются процессы внутренние, которые реализуются и являются составной частью большого процесса. Таким образом, у нас с вами получаются внутренние процессы. Внутренние процессы, имеющие свой внутренний продукт, внутреннего клиента со всеми теми же параметрами. Это немножко может поменять понимание и отношение вашего клиента к осознанию процессов, которые происходят у него в компании. Потому что действительно появляется более структурированное отношение к тому, что конкретно производит этот человек, работая над процессом. Хорошим примером внутренних процессов может быть тот же пример из бургерной. Это те процессы, которые мы как посетители не видим. Поставка ингредиентов, обслуживание какой-то техники, уборка, чистка кухни и так далее, и так далее, и так далее. Таких процессов очень много, но в целом они все равно являются составной частью главного процесса этого заведения. Субтитры создавал DimaTorzok